Я хочу поговорить о личном пространстве и о том, что мы не умеем быть счастливыми самостоятельно. Так получается, что когда мужчина и женщина встречаются вместе и вдруг решают пожениться, личное пространство, общий дом, общие идеи. Вот хорошо бы, если бы парень и девушка взяли большой белый лист бумаги и попробовали расписать, что они хотят друг от друга, от этого брака. Потому что когда мы все-таки выходим замуж, мы надеемся, что это навсегда, что ты единственный мужчина в жизни и единственная женщина, с которой можно разделить все, кров, посуду и пространство тоже. В этом, наверное, и самая основная наша задача – научиться вместе жить в каком-то определенном пространстве, оставляя свое собственное для себя. Нужно немножко под другим углом посмотреть на ситуацию, почему мы хотим копаться в мобильном телефоне, почему мы хватаем из тарелки любимого в ресторане, зачем нам нужно посмотреть, что у него в портфеле или что у него в компьютере, что это за страх, что это за необходимость проконтролировать, несчастлив ли человек без тебя. Вот если вдруг несколько женщин поймут, что я немножечко неправильно себя веду, потому что я неправильно сама себе мотивирую некоторые действия, это уже будет большая победа. Для того, чтобы человек лично, персона был счастлив, у него должны быть какие-то маленькие ячейки. Вот китайцы раньше говорили, что человеческий организм и вообще человеческая жизнь – это огромный шкаф, в котором много-много ящичков, которые нужно задвигать. И когда мы знакомимся, ты какой цвет любишь? Красный – задвинула. Сладкая или соленая – задвинула. Ну, узнаем друг друга. Но должна быть потаенная часть этого шкафа, которой никто не должен прикасаться. Все что угодно там может лежать. Мужские винтики-шурупчики – это его гараж с его машиной и починкой. Это ее бусинки и вышивка. Это какие-то видеокассеты, которые он не хотел бы показывать. Это все что угодно. Женские журналы, глянцы, рыдают у меня женщины, мужчины только видят книгу в мягком переплете или женский журнал, они автоматически улетают в мусорку. Нельзя это. Женщина купила для себя, для нее это 15 минут какой-то радости. Это ее личное пространство, в котором она может комфортно себя чувствовать. Точно так же, как нельзя ругать мужчин за то, что у них не убрано на столе. И многие-многие мужчины говорят, пришла, убрала на столе, все положила стопочками, я теперь ничего не могу найти. Я в темноте мог найти маникюрные ножницы, скотч, ручку. Мне так надо, мне нужен бардак, тогда я буду что-то делать. Когда у меня все чисто, я час собираюсь только на то, чтобы что-то написать. Вот эти маленькие ячейки личного пространства мы отстраиваем себе для ощущения внутреннего комфорта. Вот основная жалоба женщины говорят, я хочу, чтобы он мне рассказывал, как у него все в жизни. Поэтому я рассказываю ему о каждом своем шаге. Где я, с кем я, что я ем, кого я видела, какие были эмоции. Ненужную мужчине иногда информацию про цветы, про кошку, про собаку. Это не всегда нужно в мужской голове. Точно так же мы в ответ требуем такого же отчета, но этого не будет. Мужчины умеют быть счастливыми без нас. И это их защитная реакция от жизни. Мужчина ушел на встречу с друзьями, он отключился от дома, он ушел в другую реальность, он получает удовольствие от общения. Они могут пить водку, они могут слушать песни, они могут идти по каким-то своим определенным делам, и вот в секунду он не пишет, потому что он в другом месте и думает о другом. Мы же, вот села в поезд, принесли красивый стакан чая с лимоном, красивые виды за окном. Что мы делаем? Мы начинаем писать ему, начинаем выяснять отношения, пишем о том, что мы скучаем. Мы не живем в той реальности, в которой едем, в которой надо пить чай, смотреть в окно и получать удовольствие от самого сознания, от путь. Нет. Вот пригласили друзья в какой-нибудь хороший ночной клуб. Вот она не будет сидеть, не будет пить этот коктейль, не будет смотреть на этих героев, она будет сидеть и писать ему, где она, что она, кто сидит за столом, что они едят, как она скучает и все остальное. Мы не успеваем получить удовольствие ни от того, где мы пребываем, не давая покоя тому человеку, который не с нами. Это вот представьте себе запрет, который мы сами себе даем на измену. Давай не будем изменять друг другу, давай. Зачем такие договоры, если учитываешь, что с этим человеком жить всю жизнь? Не хочешь изменять – не изменяй. Но это абсолютно разные вещи. Если ты получаешь удовольствие от вида, если тебе хорошо одной в отеле, можно сесть и уехать в другую страну в одиночку. Можно отпустить мужчину к друзьям, к маме по работе и не звонить беспрестанно. Это не нужно делать. Вот этот внутренний страх – это не ревность. Это постоянный контроль от того, что мы боимся, что этот человек в настоящий момент поймет, что ему без тебя лучше, чем с тобой. Наша основная задача – не указывать пальцами на недостатки, а пошевелить этим же самым пальцем для того, чтобы исправить ситуацию. Как сделать так, чтобы именно с тобой было лучше? Как сделать так, чтобы именно с тобой было интересно? И максимально стараться уходить с глаз долой. Почему наши прабабушки спали со своими мужьями в разных спальнях? Почему были ночные рубашки в пол? Потому что когда мы в свое личное пространство пускаем человека с потрохами всего, мы до такой степени привыкаем к дыханию и сердцебиению, до такой степени привыкаем к этому человеку, что он становится родным, но вот это же родство и не пускает дальше секс. Почему говорят, что в мегаполисе после пяти лет совместной жизни уже секс не тот, уже нет этого надрыва? Если мы не будем расставаться, если мы не будем удлинять в эту планку, если мы не будем показывать, что нам хорошо без этого человека, мы добьемся именно родства, но мы же воюем все-таки за любовь. То есть если говорить о том, что мы хотим сохранить вот этот вот надрыв, вот это беспокойство, а вдруг вот его не только не надо убивать, его надо сохранять и давать друг другу удовольствие от того, что ты скучаешь, ты что-то не знаешь, ты видишь, как вот поднимается, идет человек рядом с тобой и получаешь удовольствие от того, как он поднимается. Информационное пространство. Какая разница, чем человек забил свой мобильный телефон? Какие у него там книги, какие у него там картинки? Вот если ребенок берет и видит интимные картинки родителей, первое, что надо ему объяснить, что это мое счастье, это мои картинки, они не предназначены для твоего просмотра. Не нужно брать мой телефон. Вот как мы правильно подаем ребенку, почему не нужно открывать конверт письма, который пришел не тебе? Почему нельзя брать мобильный телефон? Вот тут становятся на свои места определенные большие слои человеческого порядочного отношения друг к другу. Как только мы начинаем контролировать его, мы начинаем искать повод. Если ваш человек счастлив с вами и без вас, у него нет лишнего повода попрекнуть вас потом, через много лет о том, что я тебе все отдала, я не позволила себе, за мной ухаживали, я не ходила там ужинать, меня приглашали, я не ходила, потому что ты там лежишь там пьяный, я не могу через тебя переступить и пойти в кино. Так вот самая основная задача понять, что если человеку хорошо в его личном пространстве, валяющимся пьяным на полу, через него надо переступить и получить удовольствие от своего собственного личного пространства. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok